МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажи про команду России, вместе с которой ты летала в Дубае. Наша команда ехала обновленным составом, потому что довольно-таки много было новичков, 11 человек. Для них это был первый серьезный старт. А для нас, тех, кто уже давно выступали, это первый выезд, можно сказать, за 4 года. Предыдущий чемпионат мира был в 2015 году. Команда очень сильно изменилась. Твои друзья были там или лица в основном новые? Мой основной друг Алексей Кузнецов был. И некоторые еще с тех пор были, но в основном новые. Ну, новые они тоже друзья. Расскажи, как встречали вас? Непосредственно в Дубае? В Дубае нас встретили хорошо. В первый же день по прилету мы пошли на тренировку, и нашего старшего тренера тут же выловил, буквально, корреспондента из Бразилии. Он бегал с ним. Расскажите нам, пожалуйста, а как вы тренировались? На что вы рассчитываете? Он говорит, I don't speak English. Я вам не могу рассказать. Он говорит, ну, хоть как-то, ну, хоть что-то, ну, хоть через переводчика. То есть вот международный паралимпийский комитет очень заинтересован, в каком составе наша команда, как мы себя покажем. Вот, и я бы сказала, что очень даже доброжелательно отнеслись. Конечно же, я понимаю, что мои основные соперники не рады были моему возвращению, вот, потому что я претендент. Даже вот девочки из Беларуси, из Украины говорили, Мария, как хорошо вот ты вот в прошлый раз вот не приехала. А, кстати, в прошлый раз почему не приехала? Мы в прошлый раз, это был чемпионат Европы, вот как раз был прошлый год. Вот, мы были официально еще вне допуски из-за допингового скандала. Вот, все наши спортсмены по миллион раз проходили допинг-контроль, никто ни в чем не замешан в этом деле. Ну, международный паралимпийский комитет принял такое решение, дисквалифицировали Русада. Вот, и из-за этого наша страна, никто не поехал на паралимпийские игры. Зато подготовились к следующим. Зато готовимся, да. Было время у тебя вот там на месте уже в Дубае как-то осмотреться, подготовиться, потренироваться? Времени у меня практически совершенно не было, потому что в связи с экономией средств наша страна решила, что мы будем вылетать ступенчато. То есть мы прилетели, и через день у меня уже были соревнования. Вот, накануне вечером мы приехали на стадион, осмотрелись, попробовали подержать копье в руках. Вот, и следующий вечер я уже выступала. Выступала поздно вечером, поэтому основная была задача, как я говорю, не заснуть на старте. Расскажи теперь, в каких видах спорта ты выступала? Я выступала в копье. Накануне старта я была шестая в мировом рейтинге. Удалось влезть чудом в пятерку. Считаю, успешное выступление, но, в принципе, мы с тренером, с Юлей, предполагали вот это вот копье именно, чтобы осмотреться. Как я все время говорю, сходить на разведку. Ну и выступила заодно хорошо. Ну вот такая статистика. В шестой день соревнований сборная России завоевала две серебряные медали, и одна из них в толкании ядра твоя. Скажи, ты до этого показывала такой же результат? 7 метров 64 сантиметра, может быть, на тренировках? Или это было впервые такое? Дина, что вы? Ой, на тренировках у меня всегда все очень плохо. Я никогда об этом не говорю. И накануне старта тренеры видят, что мы едем с Юлей Счастливой, с тренировок, говорят, Мария, наверное, там на рекорды толкаешь. Я говорю, да, да. Но охота сказать, что на рекорды-то в минусе, на самом деле. Конечно же, вот для меня очень важно, когда большие соревнования, у меня откуда-то просыпается такая вот сила, подъем. Вот, адреналин, наверное, играет в то же время. И получается очень далеко толкнуть. На тренировках никогда, никогда, никогда у меня так не получается. Даже близко. Какие ощущения были, когда ты поняла, что это действительно второе место? Честно говоря, все лето я жила как... Ну, короче, радовалась очень. Вот, потому что все лето я была первая в мировом рейтинге. Это очень круто. Очень круто. Я думала, что на чемпионате мира я тоже смогу, значит, побороться за первое место. С моей основной соперницей, с Китаяночкой. Приехали мы на сборы в Сочи. И тут я открыла мировой рейтинг. И увидела, что я не первая, а четвертая. Это ужас. И причем мои соперницы от меня буквально по сантиметру. Если, например, год назад получалось, что за 7 метров толкала только я, и моя основная соперница – китаянка. Близко никто не стоял. То для меня это просто был шок. Я целый день ходила. Как так-то? Откуда они все взялись? Я не представляла. С Юлей мы, конечно, усиленно готовились именно в толкании ядра. Очень-очень-очень серьезно готовились. И время было. Вот. И все у нас получилось. Но, конечно же, непосредственно на соревнованиях, когда мы очутились на стадионе, я Юле говорю. Я говорю, так, вот это вот первая, вот это вторая. Я говорю, если сейчас, я говорю, бразильянка, она выступала предпоследняя перед китаянкой, я говорю, если сейчас вот бразильянка меня не перетолкнет, значит, я говорю, мы войдем в тройку. И это будет очень круто. Я бы была бы очень все равно рада. Потому что, ну, жестко очень получается. Смотрю, она толкает немного. Я говорю, Юля, все. Я говорю, мы в тройке. Я говорю, вообще отлично. И тут вдруг садится моя очень крутая китаянка и толкает меньше и меньше и меньше. И она в итоге стала четвертой. Я даже показала ей такой, как так-то? Ну, спор, наверное, так вот не угадаешь, да? Как, может быть, тоже какая-то удача должна быть. Удача, конечно же, но, я думаю, и биологические часы еще никто не отменял. Потому что вот по статистике я уже много лет в этом виде спорта. У меня ноябрь – самый мертвый месяц. Всегда самые плохие результаты. То есть организм, наверное, впадает в спячку, говорит, все, пора к земле готовиться спать. Вот. А тут такие выступления, соревнования. Возможно, что... Я думаю, что может быть, что это такая тактика, чтобы выйти более сильным к следующим паралимпийским играм, которые будут в августе уже следующего года. Возможно, это такой тактический ход. Я сейчас ожидаю, что придут еще новые соперницы, и мы будем очень серьезно готовиться. Но вот все-таки эта победа – это ваша с Юлей победа с твоим тренером. Да, я считаю, да. А легкую атлетику не случайно называют самым медальемким видом спорта в программе Олимпийских игр. Вот почему так? Потому что каждый спортсмен может выступать в разных видах спорта. То есть у нас, например, есть гонщики на колясках. Они могут проезжать 100 метров, например, 200, 400, там полторы тысячи и так далее. Я, например, тоже могла бы в гонках на колясках участвовать, могла бы победить в копье, в ядре, в диске, как метатель-толкатель. Есть у нас прыгуны в высоту, есть спринтеры, которые тоже могут пробегать, например, несколько дистанций. Есть у нас очень такой выдающийся, считаю, парень, вдовин Андрей. Он вообще три золота заработал. Конечно, он медальемкий такой вид спорта, в принципе, как и плавание. Но получается, что, например, в прошлые соревнования у нас было 24 золота, 26 серебряных медалей и 18 бронзовых. А на сей раз у нас только 10 золотых медалей, 16 этих серебряных и 15 бронзовых. То есть медали емкие, но это надо готовиться было. А нас неожиданно только выпустили. И получается, что где-то мы что-то пропустили. Сейчас ты вернулась, наверное, много времени нужно было, чтобы восстановиться, да? Нельзя сказать, что я уставшая. Здесь нет времени расслабляться, потому что впереди сессии надо было сделать практику, надо было сделать дела, которые накопились. Ты успела? Все успела. Сейчас уже у тебя начинается сессия в ближайшие? Да, сейчас с 3-го числа начинается сессия. Дальше какие планы, следующие соревнования, к которым ты будешь готовиться? Сейчас у нас подготовка. В общем-то, я уже начала готовиться. Вот здесь, в Рязани, пока сессия будет, продолжу. У нас в планах поездка снова в Арабские Эмираты в марте. Что там будут соревнования, расскажи. Там будут первые соревнования, чтобы войти в рейтинг 2020 года. Это будет как соревновательный опыт непосредственно перед Паралимпийскими играми. Мы будем все снова отбираться. Мы должны высоко стоять в рейтинге. Я так думаю, что первые, вторые, третьи, это 100% едут на Паралимпиаду. А дальше уже будут смотреть, кто сильнейший. Зимой как будешь тренироваться и где? Зимой я, как всегда, тренируюсь в своем огороде. Буду толкать ядро. Мама будет снегу. Мама будет снег расчищать, а я буду толкать ядро. Зима не мешает, да? Нет, не мешает. Здесь в Рязани есть манеж, юность. Наши все толкатели, метатели там тренируются зимой. Все-таки тебе сложно доехать, потому что ты же не живешь в Рязани. Ну да, далеко. Поэтому огород спасает. Огород. Там у нас растут наши результаты. На 16-х Паралимпийских играх 2020 года в Токио будет разыграно, как пишут, 168 комплектов медалей в легкой атлетике. Ты поедешь? Поеду. Ну все 168, конечно, я не знаю. А это вообще, конечно, понятно, что тебе столько не любит. То есть все-таки ты планируешь участвовать? Да, мы планируем участвовать. Конечно же, год предполагается очень трудный, конечно. А почему трудный? Много соревнований будет или с чем это связано? Паралимпийский год – это всегда интриги. И интриги и по России, и в отношении Международного паралимпийского комитета мы, опять же, не знаем, что ожидать. Но ты следишь за другими спортсменами, допустим, из России, которые в этом же виде спорта выступают? Конечно, слежу. Растет смена, наступает на пятки. Ну, не сказать, что смена. На пятки я не могу сказать, что наступает, но присутствие именно таких сильных людей, оно стимулирует. Потому что, когда никого рядом нет, ты как-то расслабляешься и думаешь, а, ну как почивать на ваврах. А сейчас у меня есть соперница, ну, она с другого класса, но нас объединяют по России, чтобы больше народа участвовало им непосредственно вот в нашем виде. Вот. Это девушка, она многократная чемпионка мира пара-брестлингу. Она гораздо крупнее меня, выше, то есть у нее потенциал настолько здоровенный, что я ей каждый раз, когда вижу, я говорю, Оля, зачем ты приехала? Ну, зачем ты приехала? Мне так хорошо было. Ну, она из какого города? Она из Челябинска. Вы все-таки встречаетесь, да? Мы раньше вместе занимались пауэрлифтингом, но она выступала 90+, а я до 60. Вот. И мы не были соперницами. Вот. До сих пор я смотрю, приехала, я говорю, ой, ну зачем? Вот. Ну, думаю, ну, зато я очень стараюсь, чтобы быть впереди, чтобы подтверждать, что я лучшая в этом виде спорта. Вот. Я очень стараюсь, и результат растет. Вот. Это для меня стимул такой огромный. Новый год в Рязани будешь встречать? Нет, в Сасово. Ну, то есть ты не уезжаешь никуда в ближайшее время, вот, в зимние месяцы никаких соревнований не будет? Нет. Я думаю, что у нас до февраля вообще ничего пока не будет. То есть команда готовится к зимним. У нас зимний будет чемпионат в Чебоксарах. Вот. Тоже будем отбираться. Потом сборы будут уже в Сочи. Там мы потренируемся и поедем в Арабские Эмираты. Но как что будет, это уже будет решать главный тренер. Например, кому надо туда поехать, чтобы показывать результат. Какие результаты, например, будут котироваться именно на этих соревнованиях. Может быть, поедут не основной состав, которые уже показали хороший результат. Возможно, поедет, например, четвертый, пятый, шестый номера в мировом рейтинге, чтобы мочь завоевать квоты. Если человек завоевывает первое, второе, третье и четвертое место в мировом рейтинге, он автоматически получает квоту на Паралимпийские игры. То есть такая смена следующая уже. Да, тут все очень сложный процесс. Это будет решать старший тренер все. То есть вы все это узнаете уже только в следующем году? Я думаю, да, скорее всего. Но впереди еще у нас должен быть чемпионат Европы. Очень жду его. Порадую моих девочек, белорусских и украинских, своим присутствием, надеюсь. Когда? Он будет в июне, в Польше. Ну что ж, я надеюсь, что мы еще не раз с тобой встретимся в этой студии, в связи с твоими победами. Я тебя очень желаю победить. В гостях программы «Городские встречи» была Мария Богачева. Спортсменка, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы. Спасибо, что пришла. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова